МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа 12. Новости республики на телеканале Регион 12. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru в студии Дарья Разинова. Экология, развитие транспортной системы, разграничение муниципального имущества между муниципальными образованиями. Эти и многие другие вопросы сегодня обсуждались на заседании правительства, которое прошло под председательством главы республики МРИЛ Леонида Маркелова. Кроме того, на заседании правительства рассмотрены вопросы реализации проекта по поддержке местных инициатив в городах и селах республики. Также члены правительства республики МРИЛ рассмотрели несколько проектов распоряжений, в частности, о программе ремонта улиц и дворовых территорий, многоквартирных домов в населенных пунктах республики. Бюджет МРИЛ в 2017 году пополнят дотации с федерального бюджета. В частности, 2 миллиарда республика получит на реализацию программ развития региона, которые получили поддержку благодаря совместной работе правительства и депутатов, представляющих МРИЛ в Государственной Думе. Во время региональной недели депутат Государственной Думы Виктор Кедяев уделил много времени встречам с руководителями министерств и ведомств, на которых обсуждалось возможное участие республики в различных федеральных программах. Тем более, что возможности такие с материальной точки зрения вполне очевидны. С правительством, когда обсуждали, мы поднимали партийные проекты, как, например, частная городская среда, там выделено 137 миллионов рублей, чтобы правильно, рационально, по-хозяйски подойти в этом направлении. Ну и подняли те вопросы, которые сегодня нас очень-очень беспокоят. Мы еще раз подготовили все расчеты, мы будем встречаться на следующей неделе с нашими министрами, с министрами федерального уровня, для того, чтобы, ну, еще детально подойти. Время непростое, нельзя сказать, что все будет решено, это, наверное, не совсем правильно, но многие-многие вопросы, мы все-таки пошагово дойдем до цели. Дойти до цели в понимании Виктора Кидяева выполнить наказы, полученные им избирателями. Именно поэтому, помимо ежемесячного приема граждан в общественной приемной из Шкаралы, он обязательно выезжает в районы республики в рамках региональной недели. И нет разницы, какой вопрос поднимают на встречах люди. Если жители Волжского района говорили в среду о необходимом строительстве водозабора и газораспределительной станции, то народный избранник расценил это обращение как факт доверия. Не отослал к местным властям, в чьем ведении находится решение подобных вопросов, а предложил подумать над выходом из ситуации вместе. Дал дельные советы, обратился за помощью к коллегам. Самое главное, надо, конечно, встретиться, проехаться по республике, встретиться с избирателями, еще раз обсудить те наказы, которые на выборах мы обсуждали. Следующая региональная неделя депутатов Государственной Думы пройдет с 27 февраля по 3 марта. Записаться на прием к народным избранникам Виктору Кидяеву и Светлане Солнцевой можно в общественной приемной по адресу Ишкарала, проспект Гагарина, 8. Федеральную поддержку получат и культурные проекты, местный дом культуры и театры малых городов. На их финансирование республике с бюджета России будет выделено около 20 миллионов рублей. На эти средства предстоит обновить материально-техническую базу 16 организаций, отремонтировать здания домов культуры в районах, оказать поддержку муниципальным театрам. Кроме того, на программы «Городская среда» и «Парки малых городов» в 2017 году МРИЭЛ получит из федерального бюджета более 137 миллионов рублей. Эти средства пойдут на благоустройство населенных пунктов в районах республики. Более 100 человек погибли, более тысячи пострадали в результате ДТП, произошедших на дорогах республики в МРИЭЛ. В целом, за прошедший год было зарегистрировано 827 ДТП. В субботу-воскресенье с 7 до 9 утра и с 6 до 9 вечера. Именно в это время, по данным ГИБДД республики, чаще всего происходят аварии и столкновения. Намного реже ДТП происходит в начале рабочей недели. Владельцы спецтехники приступают к масштабным работам. Ежегодно особенностью зимнего периода является целый комплекс мер по ремонту и обслуживанию грузоподъемной техники, подъемных сооружений и транспортных средств. Подготовка строительной и дорожной техники к зиме, начиная от землеройных машин и заканчивая башенными кранами – дело ответственное, которое лучше всего доверить специалистам. В ремонт и механические мастерские заглянула наша съемочная группа. Осенний-зимний период для сотрудников управления механизацией строительства – горячая пара. В МРИЛ завершился активный сезон строительных и дорожных работ. Самое время привести в порядок спецтехнику не только свою, но и других предприятий. Золотым рукам специалистов УМС доверяют свою технику десятки организаций, в их числе, к примеру, Марийское нефтепроводное управление, региональное управление МЧС России, ТЭЦ и не только. В этом году в ремонтно-механической мастерской УМС заметное прибавление. Здесь установили единственный в МРИЛ мобильный металлообрабатывающий многофункциональный станок с числовым программным управлением. Оборудование итальянское, способно ремонтировать технику не только стационарно в мастерской, но и на выезде. Удобно, особенно когда поломка обнаружена на громоздкой спецтехнике. Операторы успешно прошли обучение, новый станок уже вылечил несколько единиц спецтехники. Не только собственное управление механизацией строительства, но и сторонних организаций. В этом году наша организация приобрела станок с ЧПУ для восстановления отверстий строительной техники в стрелах автокранов, экскаваторов и другой строительной техники, где не всегда есть возможность демонтировать ее и привезти на место. Этот станок очень мобилен. Он позволяет прямо на строительной площадке провести необходимый ремонт, чем существенно сэкономить время как заказчика, так и потребителя этой техники. Кроме этого, специалисты ремонтно-механической мастерской словно автокардиологи. В короткие сроки готовы излечить сердце спецтехники, произвести работы по ремонту двигателя внутреннего сгорания, а также топливных насосов высокого давления, гидроусилителей руля и электрооборудования. В МРИЭЛ УМС является официальным представителем и сервисным центром заводов-изготовителей автомобильных кранов «Клинцы», «Галичанин» и «Ивановская марка». Впрочем, ремонт осуществляется не только грузоподъемной техники и подъемных сооружений, но и транспортных средств. После ремонта и технического освидетельствования грузоподъемных механизмов производятся статические и динамические испытания, а также регулировка и настройка приборов безопасности. Все стенды установлены в цехах УМС, а их больше десятка аттестованы. После завершения ремонта, испытаний и настройки выдается паспорт. Гарантия на все виды работ – полгода. Двери управления механизацией строительства открыты для всех владельцев грузоподъемной техники, подъемных сооружений и транспортных средств, которые привыкли готовиться не летом, а телегу зимой. Подробности на сайте УМС. Лесники встали на лыжи. В это время года на территории МРИЭЛ традиционно начинается ЗМУ – зимний маршрутный учет животных. Проще говоря, перепись зверей по их следам на снегу. Для этого весь регион по району разделили почти на тысячу учетных маршрутов. На каждый лесник выходит дважды. Ведь зимний маршрутный учет – дело нелегкое. Кто считает лапы, зубы и хвосты, и главное для чего? Подробности в нашем материале. Наша задача – это пройти учет маршрутов. Вчера мы сделали затирку на вот этом маршруте. Наша задача сегодня – посчитать следы. Сергей Бородин, старший госинспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства, зимой на лыжи встает систематически. Навигатор и зоркий глаз – вот, пожалуй, все инструменты, которые он использует при пересчете животных. Охотники, охотоведы, инспекторы профильного министерства и лесники. В зимнем маршрутном учете активное участие принимают около 500 человек. Каждый маршрут им приходится проделывать дважды. В первый день специалисты затирают следы животных и их тропы. Во второй – регистрируют только свежие. Такой алгоритм – гарант достоверности. Живность, как правило, не покидает мест своего обитания. Пересчитать животных в лесу – это не домашний скот маркировать. Шутят сами учетчики. Здесь определенные навыки необходимы. Задача не только пересчитать, но и определить вид животного, его пол, возраст и характер. На основании полученных и обработанных данных пока количество лосей у нас все-таки немножко увеличивается. Количество кабана поменьше остается. Меньше, чем в прошлом году. Нестабильна численность зайца, велика и русака. И поменьше, конечно, оборовой дичи. Ежегодная зимняя перепись марийской фауны стартует в январе, а завершится с приходом весны. Не календарной, а настоящей. Все просто. Снег – главный помощник инспекторов в подсчете лесных квартирантов. Территория Мариел в этом году разбита почти на тысячу маршрутов. До конца февраля инспекторам предстоит прочесать порядка 10 тысяч километров. Они пройдут по полям, лесам, болотам. Все это делается для того, чтобы до 1 августа 2017 года мы издали указ. Глава республики Мариел подписал о утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на 2017-2018 год. Именно зимний учет позволяет также спрогнозировать ряд событий. Например, как регламентировать численность лисицы, которая является одним из разносчиков бешенства. Мониторинг помогает выяснить распределение и плотность этого вида животных в районах, спрогнозировать необходимый объем вакцинации, в частности число доз вакцины против бешенства, которые будут раскладываться в местах популяции лис. Зимний маршрутный учет в этом году продлится до 28 февраля. Ишкаролинские театралы оценили «Платье из дождя». Спектакль по пьесе Александра Курмузакова, руководителя медиахолдинга ТВ и радио на Патриаршей, вновь собрал полный аншлаг. «Платье из дождя» – это интригующая история взаимоотношений друзей молодости, которым сейчас около 50, разворачивающиеся на фоне воспоминаний о молодости, прошедшей в советские 70-е-80-е годы. Это также история любви и предательства, это немного ностальгии и много живой музыки. Отмечу, что театральный проект медиахолдинга ТВ и радио на Патриаршей стал возможен благодаря поддержке культурного партнера Марийского государственного театра оперы и балета. Одна из самых главных и самых обсуждаемых театральных премьер 2016-го – спектакль по пьесе Александра Курмузакова «Платье из дождя». Билеты на спектакль разлетаются заранее, а в день представления перед театром оперы и балета, где дают «Платье из дождя», даже спрашивают лишний билетик. Почти как в те времена, в которые окунут нас истории главных героев. Это вечные, жизненные, знакомые каждому темы. Любовь, верность, измены, выбор своего пути, который может показаться ошибочным, но понимаешь это слишком поздно. Умение прощать и сочувствовать, прийти на помощь, иногда даже вопреки своему личному счастью, а что самое главное – посмеяться над прошлым совершенными ошибками и уверенно посмотреть в будущее. А вот это «Встань на колени, повернись спиной» – это… Это работа. «Платье из дождя» – этот экспериментальный и необычный спектакль стал той постановкой, которая каждому из зрителей подарила свой набор чувств и эмоций. Не смогли остаться равнодушными к спектаклю и сами актеры, ведь эти темы настолько близки, что какие-то моменты даже не пришлось специально играть. Я думаю, что вообще в семье, это я так думаю, кто-то может со мной не согласится, может быть даже он не знает об этом, но я считаю, что все-таки на самом деле от женщины зависит 98% успеха в семье, потому что женщина, если это мудрая женщина, она все будет правильно делать. Пьеса «Платье из дождя» – это своего рода телепорт во вторую половину прошлого столетия. В те времена, когда слушали «Битлз» и «Дос», когда создавали свои рок-бенды и вместо ночных клубов отправлялись на танцплощадки. В те времена, когда дружба ценилась выше всех материальных благ, а за любовь были готовы бороться и возвышать ее над всем. Пьеса о том, что из любой, даже самой сложной жизненной ситуации, можно выйти, не потеряв честь и достоинство. Если рядом есть близкие, всегда готовые прийти на помощь. Тебе же нужно всех, все стадо, толстых, тонких, худых, горбатых, хребых, а потом еще и жену, да? Нет! Жену не надо. В жизни каждого человека возникает такая полоса, которая называется кризис того или иного среднего возраста. Вот просто у каждого человека это наверняка есть, просто кто-то застает это в 33 года, кто-то застает это в 37, кто-то застает это в 42, кто-то застает это в 50, а кто-то без кризиса живет до 80 лет, потом в 83 вдруг выходит замуж или женится и рожает ребенка. Постоянно где-то крутимся, где-то вертимся. Отчего возникает кризис? От того, что у человека возникает какое-то самоедство. О, Господи, я достиг этого возраста, что же со мной будет завтра? Доживу ли я до послезавтра? Доживу ли я... Вообще переживу ли я этот возраст? Когда человек начинает вот этим самоедством заниматься, а не занимается делом, тогда и возникает этот самый кризис. Ваньок? Нет, если ты только поэтому, то... Не поэтому. Особенность уникальной спектакли и в том, что это антреприза, то есть здесь нет определенного актерского состава. Организаторы, а это медиахолдинг, ТВ и Радио на Патриарше, приглашают к участию именно актеров из различных театров. Например, в одной из первых постановок были задействованы актеры всех театров. На сей раз ставка сделана на актеров русского драмтеатра. Со сменой актерского состава сменился и характер спектакля. И это тоже особенность антреприза. В главных ролях любимцы публики Юлия Охотникова и Юрий Синьковский. Супруги на сцене, супруги в жизни. Свои роли не играли. Они их буквально проживали. Ну и думаешь, и пей. Зато красивый. Кто тебе сказал? Возможность вспомнить, необходимо задуматься, шанс посмеяться. Все это – платье из дождя. Необычный для Ишкаралы театральный проект можно охарактеризовать по-разному, но невозможно остаться равнодушным. Спектакль о жизни тех, чья молодость пришлась на 70-е и 80-е годы прошлого века, интересен и молодым зрителям, как экскурс в молодость их родителей и в полной мере обнажает человеческие чувства, мысли, переживания. Их можно стесняться, можно скрывать от других, но главное в ином – это часть прошлого. Часть той жизни, которая и наделила нас качествами, плохими или хорошими, это субъективно – качествами, которые любят и ценят наши близкие. Именно об этом – платье из дождя. В передвижном зоопарке, который находится сейчас в Ишкарале, пополнение. В семье бурового медведя Максим и его супруги Жанны родились трое медвежат. Это событие достаточно неординарное, ведь жизнь медведей в неволе существенно отличается от той, какую ведут их лесные собратья. Но эта пара медведей является приятным исключением. Медвежата у них рождаются каждый год и всегда зимой. Сейчас новорожденным около недели от роду, и мать тщательно скрывает их от посторонних глаз. Зато отец семейства был очень рад возможности пообщаться. Администрация зоопарка объявила специальный конкурс. Жители столицы Мариел могут сами придумать имена для малышей. Пол медвежат можно будет узнать через несколько недель, когда они окрепнут и начнут проявлять самостоятельность. При нашем зоопарке Новых Ковчег этот медвец Жанна и отец Максим, они рождаются каждый год. Каждый год дают приплоды. Они от двух до четырех штук. Но вот сейчас родились трое медвежат. Мамаша, как вы видите, она сейчас сидит над детенышами, греет их все-таки. Сейчас они находятся на усиленном питании. Пока им даем молоко два раза в день, кашки, меду, ну и усиленное питание. Поэтому она сейчас скрыла своих детенышей и сидит над ними. Поскольку медвежата родились в нашем городе, то администрация передвижного зоопарка приняла решение передать их в дар в местный зоопарк. Так что пушистые четвероногие уже в ближайшем будущем получат постоянную прописку в Медведеве. Каждый отпуск Николай Иваков со своей семьей проводит путешествия. Обратно домой привозят море эмоций, чемодан сувениров и ворох фотографий. Застывшие моменты счастья распределяются по папкам на компьютере и, как правило, просматриваются нечасто. Оформить все фотографии в фотокнигу – вариант универсальный. Ее и родным подарить можно, и на полку поставить не стыдно. Для того, чтобы составить книгу, обращаться к дизайнерам теперь не обязательно. На сайте konika12.ru вы сами выступаете в роли дизайнера и собираете книгу ваших воспоминаний. Все очень просто. Выбираете нужный шаблон, размер и количество разворотов будущей книги, загружаете фотографии в онлайн-редактор и даете простор своей фантазии. В таком процессе, то есть заказ именно фотографий на сайте, может участвовать даже ребенок. То есть процесс приносит удовольствие и все эти составляющие, которые в конструкторе, рисунки, дополнительно можно какие-то элементы, мультяшные и так далее. Ну, просто интересно. Все доступно. Сделал буквально всю книгу, собрал за час. То есть с помощью конструктора минимум манипуляций действовал мышкой. Вот. Все фотографии, которые были на отдыхе, то есть самые-самые лучшие, в этой книге отобразились. Оплачивается книга также онлайн. Книга на 8 разворотов нашему герою обошлась в 1100 рублей. Теперь она отправляется на печать. Здесь оператор может сделать минимальные поправки света и цвета, чтобы фотографии смотрелись выигрышнее. С момента заказа до получения готовой книги пройдет 2-4 рабочих дня. Уведомление о том, что книгу можно забрать, придет также по электронной почте. Подобным образом через сайт konika12.ru заказать можно и печать обычных фото с любых цифровых носителей, и самим составлять коллажи. Ну, а для семьи Иваковых готова книга с воспоминаниями о лете. В подобной фотокниге могут отображаться не только знаковые события, но и простые снимки самых любимых и самых родных. Ведь порой для праздника совсем не нужен повод. Все подробности можно узнать по телефону в Ешкарале 221992. На сайте konika12.ru и в цифровом салоне Konika Minolta по адресу улица Ишкинина, дом 6. Зима по полной программе. В субботу-воскресенье в Мрелл ожидаются морозные солнечные дни. Предстоящей ночью температура понизится до 20-25 градусов, а днем термометры покажут 10-15 градусов ниже нуля. В понедельник наш регион окажется в тылу циклона. Местами пройдут снегопады. Дневная температура не превысит 13-18 градусов, но сильный северный ветер создаст ощущение более холодной погоды. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуск им Риал-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok